Ну что, давайте начнем. Сегодня мы с вами поговорим о таком тульском бренде, как сейчас можно говорить, как засеки. Тульские засеки. Сейчас я вам покажу современное состояние. Вот темные полоса к юготу и чуть севернее. Это засеки, прославившиеся на всю Россию. Но, как показывает опыт, о них, об их устройстве, об их истории не знает почти никто. Но редкие специалисты и даже они путаются. Надо сказать, что вообще об истории тульских засек говорили, начиная с середины 17 века. Потому что где-то в середине 19 века появились документы о строительстве разных укреплений на пространстве тульских засек или тульской засечной черты. Ну, засечная черта, все-таки это термин довольно поздний. И его ввели для того, чтобы отличить от других укрепленных линий черт. Симбирской, Белгородской и так далее и тому подобное. Ну, будем как-то варьировать. Засеки, черта, терминология, она не определилась до конца. Так вот, когда появились документы о строительстве именно в середине 17 века разных укреплений, исследователи посчитали, что, в общем-то, тогда и начались эти тульские засеки. Хотя, на самом деле, к середине 17 века они насчитывали уже сто лет. На самом деле, появились они, были устроены где-то в 50-е годы 16 века, еще и в анамброзном. Ну, есть предположение, что началось строительство и обустройство засек именно после Казанского похода 1552 года. Тем более, тулики должны знать и помнить, что в 1552 году, как раз накануне Казанского похода Ивана Грозного, на Тулу напал крымский хан Девлет-Гирей и Тула три дня сидела в осаде, защищаясь от 30-тысячного войска. Вот, видимо, эти события и послужили, повлияли на решение создать здесь непроходимые варьяны для крымских татар. Началось строительство. И где-то к 60-му году это все завершилось. Да, главное, забыл сказать, что же такое засека. Засека, как таковая, это засеченный лес, срубленный, лес срубленный иногда даже не до конца, а остающийся на корню, как бы растущий, продолжающий расти, но поваленный в сторону врага ветками для того, чтобы предотвратить проход конницы. Это в первую очередь заслон против конницы. Здесь, видите, гравюрка 17-го века, но на самом деле она довольно условная. Я просто взял ее для того, чтобы проиллюстрировать как-то. Но именно изображение взял из 17-го века, из того времени. На самом деле, я думаю, все это было более упорядочено, потому что здесь мы видим срочно созданную засеку при обороне от наступающих войск. Это в течение Смоленской кампании было сделано. Поэтому у нас все было гораздо сложнее. Основу составляли вот эти засеченные леса, но между этими лесами существовали так называемые ворота. Это проходы из поля, как тогда называли Дикую Степь, в Москву, в московские пределы. Для того, чтобы ходили и свои войска, и купцы, нужно было пройти, не нарушая обустроенных рубежей. Поэтому создавали специально укрепленные проходы, ворота, о которых мы практически ничего не можем сказать сейчас. Дело в том, что в 16-м веке документов сохранилось чрезвычайно мало. И как это все было устроено, в каких местах делали ворота, в каких местах ставили башни, какие-то другие заслоны, мы сказать сейчас не можем. Особенно потому, что в 17-м веке осуществлена была перестройка этой черты, и некоторые вещи в то время были переделаны, некоторые были забыты, сровнены с землей, например. И в общем, о 16-м веке у нас мало что сохранилось. Но есть, существует изображение, засек на карте 1613 года, которое создано, как написано в картуше, по данным Федора Годунова, это сын Бориса Годунова. Вот здесь, в рамочке вы видите, сейчас мы покрупнее посмотрим. Это вот засеки. Здесь даже подписано некоторым голландским шрифтом засеки. Но, конечно же, изображение весьма условное. Так же, как и довольно условные вот эти схемы. Эту схему сделала исследователь Яковлев, приложил ее к своей диссертации 1916 года. Но она в целом отображает общие тенденции. Видите, они тянутся, засеки от Калужских пределов до Рязани, точнее Переислава-Рязанский здесь вот. А в центре находятся Тула и Тульские засеки. Ну, Тульские засеки это довольно условное название для всех засек, которые проходят по Тульскому краю, потому что сама черта делилась, это известно из документов, делилась на Рязанский, Каширский, Веневский, Тульский и так далее и тому подобное. Ну, а все, для краткости, мы все называем Тульские засеки, поскольку они находятся в Тульском крае. Вот эта схема чуть-чуть лучше, она была сделана в конце 40-х, 50-х годы, но она также содержит ошибки. И эта схема пытается не читывать вот эти всякие засеки, возможно, о которых есть упоминания от 16-го века, но, опять же, это все схемы, это не карты, не планы, они не подробны. Ну, вот так вот, с Рыженьким, вот здесь видите, это существующие засеки, которые мы знаем, как, ну, наверняка, с 17-го века практически не менялись, ну, за некоторыми исключениями, но общее, так сказать, направление видим. А красным пунктиром нарисованы предполагаемые засеки 16-го века, которых не было в 17-м веке. Ну, по крайней мере, вот здесь вот, внизу, вот красным пунктиром, идет Федяшевская такая засека в пределах Адоевского уезда, ну, и район, несколько районов, точнее. Ну, и она была заброшена к 30-м годам 17-го века и не возобновлялась. Так же, как и некоторые, вот тут, Биржецкая, какие-то тут моменты в Веневских засеках, ну, там, точнее, все перестраивалось. И вот как раз здесь рыжие, толстые, рыжие вот эти вот черточки обозначают валы, которые были сделаны позже в создании общей линии засек. Это завитай под Тулой, вот он, который шел к югу от Тулы. И вал без названия, ну, Щегловский вал, условно назовемого, который шел от речки Турица до Щегловской засеки. Ну, эти валы были созданы в 90-е годы 16-го века, как раз где-то во время царствования Бориса Годунова, который очень активно, очень внимательно относился к обороне южных рубежей и несколько лет посвятил, ну, так сказать, несколько раз, скажем так, в документах встречается упоминание его указов по поводу тульских засек. Так что скажу так, что когда начинают рассказывать о том, что Тула всегда была центром засечной черты, входила в ее состав, это не совсем правда. То есть со строительством Кремля в Туле в 1520 году Тула стала центром вот этого оборона, этого южного участка, но никак не засечной черты. то есть совсем вошла в засечную черту, конкретно, как участок вот, с помощью вот этих валов, она в 90-е годы, в 16-го века. Но, к сожалению, после этого умер Борис Годунов, началась смута, и с 1604-го по 20-е, наверное, года 17-го века, о засиках позабыли, и, в общем-то, они пришли в негодность. Естественно, обветшали. Их надо постоянно было поправлять, и только в 20-е годы начались некоторые мелкие работы на засечной черте, и то за счет определенных контингентов местных. То есть к этому привлекались местные дворяне, дети боярские, которые набирали крестьян для поправки валов, для рытья рвов, и устраивания лесных завалов, это этих засеканий леса. Ну, как бы то ни было, в 30-е годы интерес к засекам усилился. Ну, в это время прошло несколько крупных набегов на Москву, ну, или не совсем на Москву, конечно, но на Подмосковье колонны Каширы Бенёв пострадали, и начали, ну, создали, видимо, программу целую по обустройству засечной черты. Это в 1637-38 годах как раз прошли массовые работы по всему... пардон, это я забыл. Ну, по всему... на всем протяжении засек от Козельска до Рязани. И в течение двух лет делали новые крепости, новые валы, новые какие-то укрепления. Ну, укрепления были в виде башен отдельно стоящих, острожков, то есть делали новые ворота, а старые иногда и совершенно забывали, и потом они не возрождались. Ну, и благодаря вот этим документам мы знаем кое-что о некоторых укреплениях, оставшихся вот как раз где-то в стороне. Это вот здесь вы видите крепостца, которая была ну, сделана она ну, то есть на городище древней русской там она не никак не годится, но видимо было сделано в период обустройства защищной черты, но в 37-38 годах этого городища не делали, оно было заброшено. То есть видимо это еще городище из 16 века, хотя о нем пишут есть несколько документов о том, что вот есть такой городок обветшалый, стены в общем-то погнили, ничего больше нет, то есть разрушается совершенно. А вот об этом городке очень похожем как брат-близнец на предыдущий, нету вообще никаких упоминаний, ну, очевидно, потому что скажем так, первый он находится вот в этом, здесь вот эта желтая точка и в этом месте, а второй это вот этот городок на берегу Упы, видимо он ушел, видите, линия пошла вот так, то есть вот эта линия точно 17 века, но были ли засеки в то время в 16 веке, мы не знаем. и примерно это вот эти изображения наложенные на современную карту, взяты они из карты 18 века, но в целом они сохраняют общие контуры и мы можем по ним судить об этих засеках. единственное, что темно-зеленым здесь, вот здесь, здесь темно-зеленые места отмечены, это та земля, которую отдали под вырубку на поселение крестьян и в современности получается, что не все, но эти места оказались распаханными, в общем-то здесь засеки уничтожены. вот это поподробнее, это последний подробный план, который мы пока имеем, ну, он был связан с обследованием пульских засек, которые в начале 18 века со строительства наружейного завода были переданы ему как в качестве видимо углевого леса, то есть на выжигание угля. Не всегда это прослеживается по документам, но скорее всего таким вот образом их использовали. Даже некоторые места, вот как например вот здесь, это участок засек к северни Венёва, он был распахан в 40-е годы 18 века, если я на предыдущем плане показывал, ой, не туда, вот, вот эти места распаханы уже позже, карта где-то 70-80-х годов была, и распаханы эти места были 19 века, то здесь уже в 40-е годы началась распашка активная, в результате, ну, немножко попозже мы увидим, что из этого вышло. Ну, а на этих планах мы видим тот самый, те самые, вернее, валы, которые ещё сохранялись в 18 веке, точнее, ну, это вот верхняя карта, это план 17 века, здесь кусочек, вот совершенно маленький кусочек в квадратике щегловского вала, а на остальные двух видны не очень хорошо, но, тем не менее, это виден завитай. Он, эти-то, также валы видны. Что-то куда-то делся, или сын. Вот здесь вот, на топосъёмке 60-х годов, этот последний, так сказать, последний раз мы видим щегловский вал. А, вот второй, это планчик с завитаем. Ну, и здесь, в 70-е, 80-е годы 18 века завитай, как видно, доходит до речки Воронки, и не доходит до следующего звена Заси. На самом деле, это было сделано специально, то есть не довели его, ну, вернее, как, обосновали это тем, что, когда поправляли в 17 веке, не довели его, потому что там места топки и непроходимые, поэтому не стоит ничего оградить. Вот, еще в 20 веке завитай, ну, некоторые участки завитай можно было видеть, и здесь мы видим как топосъемку или глазомерную съемку Никитина, которую он делал в конце 40-х годов, ну, и похоже, что из следователей это был последний человек, который видел завитай. Вот эти вот маленькие башни, как он уверял, это большая башня, ну, в принципе, это выглядит достоверно, то есть ничего против этого мы сказать не можем, потому что завитая скорее всего уже нет, даже в каких-то элементах, то есть, но вал возле Венева еще все-таки долго был виден, хотя его распахивали 200 лет, и даже сейчас в современное время вот вот вы видите, половина вала где-то осталась, вот он с такой высоты, такое вот обустройство у него. Вот, это все валы, рвы, которые мы видим на протяжении всех засек, а данные слайды я вам показываю, потому что это как раз относится к мифологии возникшей вокруг засек, и Зугей занимался и слева черной, который в общем-то все углубления считал башнями в районе засечных лесов, все возвышения считал засечными какими-то курганами, либо какими-то укрепленными пунктами, и даже вот разработал некую типологию, вот видите, слива внизу некая типология вот этих укрепленных рубежей засечных лесов. Дело в том, что вокруг всех, практически всех засечных лесов проходят вот такие небольшие валы, снабженные временами вот такими ямами разной немножко формы, но по ряду документов и натурные исследования показали, что это вот видите красными красными линиями мы постарались показать это обозначение межи межи между засечными казенными лесами и частно владельческими землями. Межевые ямы были сделаны для того, чтобы показать пункты поворота этой границы и копались они довольно глубоко, там возле этих ям еще сажали в свое время деревья, на них делались особые отметки, но конечно деревья сейчас не сохранились, потому что скорее всего началась эта эпопея еще в 17 веке посвенные документы посвенно говорят о том, что уже тогда существовали неживые знаки между вот этими засечными лесами и частными землями и вот на протяжении здесь мы взяли просто наиболее такой для примера наиболее наглядный участок где можно проследить все довольно хорошо то есть космосъемка она показывает вот эти неживые валы которые Чернай к сожалению принял за оборонную систему и этим морочил в общем-то не один десяток лет этой идеей морочил головы и к сожалению это только тормозило исследование зоосичных черт ну здесь не очень хорошо сделано но такие вот основная линия и небольшими полукружиями показаны показано расположение этих ям оно совершенно хаотичное но значит выглядит это все примерно так вокруг леса именно заглубляясь на территории леса делали такие вот рвы валы насыпали и яму которая с внешней стороны с каждой стороны из севера и с юга вот так они выглядят в натуре вот вот эти ямы и вот так загибающиеся рвы валы окаймляют леса практически на всем протяжении на нескольких соток километров но эти эти ямы эти валы и рвы они хорошо очень вложатся на карту генерального межевания которое мы здесь показываем небольшие кусочки совместили с размежеванием и как раз ямы соответствуют точкам вот этим поворота межовщиков которые отмеряли когда они отмеряли земли наносили это на планы в общем все четко ложится и ну как бы доказывает наши догадки которые родились до работы с картами 18 века ну а теперь поподробнее хочу сказать о том что же осталось то есть засеченных лесов конечно нет во многих участках этих засеченных лесов и породы уже даже сменились не один раз и поэтому конечно основные укрепления основной основной обороняющий момент мы не можем отслеживать но остались немножко остались валы недораспаханные под Венево вот они здесь видны кружочками я отметил укрепления которые еще были видны в 18 веке значит и на сегодняшний момент сейчас посмотрим ну это городок так называемый солдатский городок был он создан в 1638 году и как раз для того чтобы располагался там гарнизон на время тревоги ну как бы постоянно на засечных чертах служили засечные сторожа которые отслеживали нарушения какие-то валов каких-то рвов то есть ниже нарушения засеченного леса опять же покосы которые крестьяне любили устраивать на полянах внутри засек и это тоже отслеживали гоняли крестьян во главе засечных сторожей были засечные приказчики и засечные голубы все они ведались московскими приказами в разное время разными но в конце концов ведались пушкарском приказе и ведались наверное до начала 18 века в принципе засечные сторожа как владельцы некоторых земель упоминаются еще в 40-е 50-е годы 18-го века но насколько функционировала эта служба пока неизвестно ну на время большой опасности были построены несколько городков довольно больших вот этот городок вот этот план рисовал никитин конце сорок его годов 20-го века он тогда еще видел его как бы еще существующим хотя уже с нарушенными границами а вот эта фотография которая рядом две фотографии это уже городок был так вынужден в 58-м году он же уже в 73-м году выглядит как распаханный абсолютно распаханный городок и вот так выглядит он сейчас из космоса какие-то видно остатки проездных башен вот они здесь уже все это видимо еще тогда было зарушено еще в 40-е годы 40-е годы но остатки стен худо-бедно считаются но на местности вы не увидите ничего это практически плоское поле тем не менее осталось башня так называемые гребородные ворота которые к северу от этого распаханного городка вот зарисован он был в 40-е годы где-то таким образом вот так он выглядит из космоса мы контуром просто решили немножко его чтобы читали с них реконтур подрисовать но вот эта башня основная она смотрит на полевую степную сторону и рассчитана на пад артиллерийские орудия назад немножко вернемся вот эта восточная башня здесь как видите очень большая площадка она как раз предназначена для того чтобы орудие можно было двигать в разные стороны так называемый раскат но здесь на планчике к сожалению нет а вот здесь мы нарисовали такой вот небольшой отросток на самом деле это так площадка это вот здесь плохо плохо видно но тем не менее вот такой вот как бы косогорчик это так называемый отводной бык бык ну быки делали всегда для пристроительства мостов например для укрепления свай там свай свай мосты а здесь в данном случае быки делали для того чтобы гарнизон мог выходить быстро на стены они упоминаются в описаниях таких городков и долгое время как-то мы не могли отследить на местности что это такое потому что все предыдущие варианты не совсем удовлетворяли так сказать нужным параметрам а здесь вот сюда на стену вот здесь на стене человек стоит вот здесь идет вверху вал и внизу берма так называемая это уплощенная площадка от рва до самой стены вала на которой можно стоять и в общем-то как-то сопротивляться нашествию вот как раз поэтому бык возле этой стены возле той которая обращена к опасности ну еще одни ворота которые сохранились сохранились благодаря тому что находится в гуще лесов это орловские ворота так называемые хотя они всегда трактовались как засадный городок как место гарнизона как ну в общем как только не трактовались на самом деле это остатки ворот которые к сожалению тоже были всегда известны может быть кто-то кто интересуется русской историей видео вот верхний рисунок такой вот немножко нелепый и в целом неверный потому что из четырех стен острова но они валы сохранились от этих стен было нарисовано только три вот эти мы попробовали сделать пока схематически как выглядят эти валы и рвы на самом деле вот здесь существует такой вот небольшой отросток это отвод для подход к воде в общем на этом месте была сделана башня